В прошлых фильмах мы разобрали начало войны германских племен за освобождение от римской оккупации. В девятом году н.э. талантливый вождь и политик Армении возглавил восстание соплеменников и нанес поражение римлянам в битве в Тевтоборском лесу. В этом фильме поговорим про генеральное сражение этой войны, битву при Егистовизе. Когда я начинал делать видео про войну Армении с Римом, я несколько недооценивал таланты данного полководца. Я считал его хитрым карьеристом, сумевшего заманить Вару в ловушку и разгромить его легионы в Тевтоборском лесу. Потом, когда он столкнулся с хорошим римским полководцем-германиком, он проиграл битву при Егистовизе. Но собирая материалы для данного видео, я убедился в том, что это было не совсем так. И посмотрите этот фильм, вы поймете, почему я так говорю. Летом 16-го года римский полководец-германик во главе армии, состоящей из 8 легионов и многочисленных гальских и германских вспомогательных частей, пошел в поход на германское племя хирустков и их союзников. Армию римляне разделили на две части. Два легиона и большой запас провианта плыли на кораблях. Флот по каналу Друза вышел из Рейна в море и вошел в реку Везер. У Тацит указано, что это была река не Везер, а Эмс. Но исследователи, такие как Дельбрук, логически доказали, что Тацит ошибался в названиях рек. Я пришел к таким же выводам, как и Дельбрук. Просто элементарно посмотрел, где течет река Эмс и Везер. Очевидно, что логического смысла плыть с Рейна в реку Эмс нет, если войско идет в земли хирустков. К тому же, в подтверждение этой догадки можно привести еще один довод. Войске Германика были союзные войска, воинов племени Хавков, которые как раз жили в устье Везера. Собственно говоря, когда флот проходил через их земли, они присоединились к римской армии. Основные силы Германика двигались в земля врага по тому же пути, что и легионы Вара. То есть, вдоль реки Элиппе, на север к современному городу Миндем. В этой армии находилось 6 легионов и союзники. Согласно Тациту, в войске был Флав, брат Арминия. Он был в качестве заложника отправлен в Рим вместе с Арминием, когда еще был ребенком. Он получил римское гражданство и служил в армии. Если Армений восстал против империи, то Флав выступал последовательным сторонником Рима. Видимо, германик надеялся использовать этого знатного Хируска как альтернативу Армению. Также в войске был Сегест со своими сторонниками. Он сыграет одну из ключевых ролей в предстоящей битве. Римлянам также служил еще один из вождей Хатта. При этом все остальное племя выступало за Арминию. По сути, среди германцев шла гражданская война. Хотя надо признать, что борьба между племенами и родами германских племен была задолго до прихода в этот регион римлян. Германик делал то же самое, что и вар. Но не так сильно доверял местным вождям, как его предшественник. Он был значительно более осторожным и мудрым. Аргемруси Германцы, возглавляемые Армением, заняли проход в Везерских горах в 8 километрах севернее современного города Минден. Эта местность называется Едистовиза. Посмотрим на место боя со спутника. Кстати, в районе города Минден был лагерь Вара, из которого его войско выступило на запад в первый день боев в Тевтобурской битве. Археологи пока не нашли следов биты при Едистовиза. Примерно бой шел на этой местности. Историки считают, что германцы перекрыли дорогу, ведущую вглубь земель Херуссков. Она пролегла между горами и холмами. Сейчас на ее месте проходит железная дорога. Вот она, на спутниковой карте. Аргимрус Собралось огромное племенное ополчение Херуссков и их союзников, которым командовал Арминий и его дядя Ингвиумер. Но как невелико было это войско, оно, видимо, уступало в численности и в силе врагу. Во второй части нашего повествования мы рассчитаем примерно состав войск в этой битве. Итак, римский флот, пройдя по Везеру, встал на левом берегу этой реки. Флот был огромен. Тацит пишет, что было тысяча кораблей. Это, видимо, преувеличение. Но для перевозки армии и запасов еды требовалось множество судов. Однозначно, это были сотни кораблей. Флот дальше не мог плыть, из-за того, что в этом месте река Везер мельчала и открывались броды и мели. Где были эти броды, я точно сказать не могу. Но можно предположить, что в районе современного города Минден, так как если бы они были севернее римского лагеря, то как бы проплыл к месту в стоянке флот. Видимо, город Минден возник уже после этой битвы на месте удобных переправ через реку. Что мы знаем о первом дне боев при Эдистовизе? Обратимся к Тациту Киоаналам. Книга 2, абзац 11. На следующий день германцы построились в боевом порядке на той стороне Везургия, сочтя, что долг полководца возбраняет ему подвергнуть легионы величайшей опасности, когда мосты не наведены и надежные заслоны не выставлены. Цезарь переправляет в брод только конницу. Возглавляли ее Стертиний и Центурион первого манипула Эмилий, которые бросились в воду на некотором расстоянии друг от друга, чтобы разъединить силы врага. Там, где поток был особенно бурным, пробился к тому берегу Хариавальда, вождь Батавов. Из этого отрывка мы видим, что Армений вывел свои войска для попытки воспрепятствовать врагу переправиться на противоположный берег реки. Мы предполагаем, что на бой вышли застрельщики. Тяжелой пехоты ближнего боя не было. Попытка высадить десант с кораблей на берегу, занятом вражескими стрелками, привела бы к огромным жертвам и могла вообще закончиться поражением. При этом высаживали бы сначала вспомогательные части и стрелки, и они бы понесли существенный урон. И это в лучшем случае. Могло случиться так, что германцы, разгромив на берегу вспомогательные войска Рильлян, загнали бы бегущих в панике в реку, где полностью уничтожили бы их. Армений после этого мог уже не давать генеральное сражение и перейти к партизанской тактике, а у Рильлян были бы серьезные проблемы, так как при высадке погибли бы как раз те воины, которые лучше всего подходят для ведения войны на пересеченной местности, то есть стрелки и легкой пехоты. История с гибелью легионов Вара могла повториться бы снова, только в куда большем масштабе. Германек это осознавал, и перед началом общего наступления завел к Армению на фланг подвижные соединения римской конницы. Как говорит Тацит, они прошли через броды, при этом вспомогательная ала в 480 бойцов Батавской кавалерии переправилась в том месте, где поток был наиболее бурным. В самом опасном месте шли именно германские союзники римлян, а не сами римляне. Батавов на бой вел вождь Хариавальда. Судя по дальнейшему описанию событий, Батавы переправились ближе к позициям германцев, чем римская конница. Римляне не пустили вперед конных лучников, которые у них были, надо полагать, что их приберегали как особо ценный род войск. Тацит не указывает на то, что конные лучники двигались с правого фланга, Батавы были своего рода конной разведкой, впереди у двигающейся легионной конницы. Маневры римской и ботавской конницы не остались незамеченными. На них вышли конники Арминия. Они знали, как сделать так, чтобы Батавы за ними погнались. И у них это получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Армении прекрасно понимал, что если он выведет на бой свою армию, то римляне попытаются его окружить. Кавалерии или высадят с кораблей десант пехоты у него на фланге. И практически с вероятностью в 100% они попытаются обойти его через броды. Римская конница должна была начать атаку на фланг германцев в тот момент, когда десант с кораблей начнет высаживаться на берег. Такая атака просто бы уничтожила армию Армении, и Армении это предвидел. По этой причине он не попытался дать генеральное сражение на берегу реки, а создавал видимость такого намерения. Часть войск копейщиков германцы спрятали в засаде, в лесу. Увидев приближающуюся римскую конницу, Армении подал сигнал, и его легкая пехота стала организованно отходить от берега. Баталы погнались за противником. При этом они видели, что все войско германцев поспешно покидает берег, реки ища спасения в лесах. Они также видели и римский флот, который начал высадку десанта. Поэтому у Хариавальда были все основания полагать, что всадники противника, удирающие от его конников, это легкое добыча, предназначенное ему судьбой. Неприятель сбился в кучу ухода в лес, и его теперь можно было остинуть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 А стрелки уничтожали их. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Но когда Тацит писал свое сочинение Он это видимо не понял И считал, что это германий перехитрил диких варваров. На самом деле очевидно, что все было наоборот. Точно так же поступил перед решительной битвой при Гавгамелах Александр Македонский. Персидский царь Дарий III продержал всю ночь свою армию в боевых построениях на поле боя, а македонцы мирно спали в лагере. Напрашивается аналогия. В свое время Филипп II отец Александра из македонских варваров сделал мощное войско, создав пехоту фалангитов. И Армений делает то же самое из варварской пехоты германцев. И хитрость перед Гавгамелах с выматыванием противника не случайна. Так же Александр подкупил часть персидской армии, а именно вавилоням. И они предали своего царя. В результате чего и получился хитрый маневр и разгром центра персидского построения. На это указывал Майкл Вуд в своих фильмах. Армений также пытался посеять сомнения у римлян и верность их союзников. Он понимал, что наверняка ауксилии не предадут римлян, но полностью им доверять германик уже не сможет. Армений, видимо, читал про походы Александра Македонского, будучи заложником у римлян. По иронии судьбы, Филипп Македонский также был заложником в Фивах, после чего скопировал их передовую тактику боя и в немалой степени усовершенствовал ее. Армений сделал то же самое, но с германцами. Но уступал новый, судьбоносный день. Про саму бету предистовиза мы расскажем в следующем фильме. Хочу представить вам брата Алексея, с которым мы создавали данный фильм. Всем привет! Мой вклад в данную работу это видеоряд, то есть титульная картинка для фильма, а также моделирование сражений при помощи игры Rome Total War. Также Алексей существенно правил мои тексты, что очень помогло в качестве нашей работы. К тому же Алексей приобрел новый компьютер, чтобы делать хорошие видео вставки, и если его не придет его жена, то вы увидите еще новые фильмы. Надеюсь, новые качества картинки привлечут новых подписчиков. До новых встреч на канале Варгейм Рус. Всем пока-пока! Посмотрели видео? Напишите свое мнение в комментариях. Если понравился наш канал, поддержите его денежным переводом. Как это сделать, найдете в описании к видео. Кликай по этим ссылкам и смотри интересные фильмы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok